Всем привет! Это команда Автопанорама. Электромобили, серийные, на топливных элементах, запас хода, цена в Европе и у нас. Все о плюсах и минусах электричек в нашем сегодняшнем обзоре. Расскажем все. Спасибо заранее всем за комментарии и отзывы под видео. Не сдерживайте себя, комментируйте от души. Мы ценим каждого нашего подписчика. Если вы еще не с нами, срочно исправьте эту ситуацию. Подпишитесь на наш канал Автопанорамы и поставьте колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых тест-драйвов и обзоров. Кстати, найдите по тегам Автопанорама, команда Автопанорама или АПБАЙ в вашей любимой соцсети, наши паблики, в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram и даже в TikTok. Ну а вот теперь точно. Поехали! Сегодня на большом тест-драйве Автопанорама. Топ-5 самых свежих электромобилей. От самых доступных до самых реальных электромобилей 2020 года. Водородомобиль. Такое возможно. Вполне. Заправляемся водородом и получаем выхлоп. Чистую воду. Тестируем и заправляем настоящий серийный водородомобиль. Toyota Mirai. Бомба на колесах или самый экологичный вид транспорта? Toyota Mirai вырабатывает водичку идеально чистую, которую можно пить. Сколько нужно потратить времени, чтобы заправить электромобиль? Kia и Nira. Чем отличается электрокроссовер от обычного и гибридного? И каков реальный запас хода у электромобилей? Итак, у нас остался запас хода 289 километров после того, как мы проехали 131 километр 900 метров. Главный вопрос по электромобилям сегодня. Запас хода и скорость зарядки. Сколько можно зарядить на 1 доллар? В Европе и в Америке. Еще один уникум на топливных элементах. Серийный Hyundai Nexa. Сколько мы потратим водорода на сотню километров? У нас средний расход 1,6 килограмма на 100 километров. Автомобили на водороде и электромобили на каждый день. Смотрите в этом выпуске Автопанорама. Начнем наш выпуск с обзора самых свежих и самых доступных электромобилей. Знакомьтесь, Volkswagen ID.3. Пожалуй, самый доступный электромобиль сегодня на рынке. Первый серийный чистый электрический электромобиль от Volkswagen. Официальная премьера состоялась 9 сентября 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте. Основой электромобилей является платформа MEB. Это база будущих электромобилей ВАГа. В платформе MEB аккумуляторная батарея расположена в полу автомобиля. Volkswagen ID.3 является первым транспортным средством семейства ID. Производство автомобиля началось в ноябре 2019 года на заводе в Цвикау. Как раз сейчас мы видим конвейер завода Volkswagen. Запуск второй сборочной линии запланирован в апреле 2020 года. Но это был запланирован на коронавирус, конечно. Много-много-много вещей изменил. Выпуск первых 200 предсерийных автомобилей был подтвержден компанией еще в мае 2019 года. Ну а тогда же, в мае 2019 года, Volkswagen запустил операцию резервирования pre-booking для специальной модели Volkswagen ID.3 First Edition. Это ограниченные 30 тысяч экземпляров, тот самый ID.3, которым можно было заказать. Для этого требовалась предоплата, которая, кстати, возвращалась бы, если вы вдруг отказывались бы от ID. И предоплата состояла всего в 1000 евро. Модель будет поставляться с 58-киловатной батареи, дальностью до 420 километров. В начале сентября 2019 года Volkswagen уже подтвердил информацию, что все 30 тысяч первых автомобилей ID.3 зарезервированы, тем самым распродав тот самый First Edition. В настоящий момент можно забронировать и другую модель ID.3, которая называется Pure. Начальная цена составляет 29 900 евро. Реальные договоры купли-продажи могут быть заключены только в апреле 2020 года. Что и как, пока не знаем, нет информации. Давайте подробнее остановимся на ID.3. В качестве источника питания у этого электромобиля служит литий-ионная аккумуляторная батарея, которая выпускается в трех вариантах с емкостью 45, 58 и 77 киловатт в час. 6% емкости батареи зарезервированы под систему управления самой батареей, остальные 94% на привод. То есть аккумуляторная батарея на 45 киловатт в час в реальности имеет емкость 48 киловатт в час. Для зарядки аккумуляторной батареи на борту автомобиля имеется 11-киловаттное зарядное устройство, подключаемое к трехфазной сети переменного тока 230 вольт, 3 по 16 ампер. В варианте 45-киловаттной аккумуляторной батареи зарядное устройство имеет мощность всего 7,4 киловатта. Кстати, гарантия на аккумуляторную батарею Volkswagen дает 8 лет или 160 тысяч километров пробега. Вполне прилично. А D3 будет предлагаться в трех комплектациях. И, кстати, во многом этот самый D3 похож на электрический Golf. Как описывают сами volkswagen-овцы, салон автомобиля по размерам как у Passato. Технические характеристики как у Golf GTI. Базовая модель. Запас хода 330 километров по циклу WLTP. Ну а в топовая версия будет ехать 550 километров. В салоне 10-дюймовый информационно-развлекательный экран. Занимает большинство кнопок и переключателей. С помощью этого экрана можно управлять всем, за исключением поднятия стекол и аварийки. Всего же к 2028 году Volkswagen планирует выпустить аж 15 миллионов электромобилей. Еще один свежий и доступный электромобиль 2020 года. Прямой конкурент, кстати, Tesla Model 3. Того самого народного автомобиля, по словам Илона Маска. И сделали его китайцы. Это Polestar 2. Полноприводный. Отметим, что это автомобиль с полным приводом, как и Tesla Model 3 в максимальных комплектациях. Пятидверный. Лифтбэк компактного сегмента C-класса. Так вот, в конце марта 2020 года запущено его производство на китайском заводе в городе Лу-Тяо. Polestar 2, выразительный дизайн, высококлассный практичный салон, электрическая силовая составляющая, нацелен от электромобильных городских жителей с приличным годовым доходом, которые не привыкли быть как все. Конструкторы Polestar 2 позаботились о максимальной безопасности водителя и пассажиров, предусмотрев многочисленные функции и технологии обеспечения безопасности, а также защиту батареи от повреждений в случае аварии. Кстати, при аварии электромобилей вероятность возгорания батареи очень высока. Но, по сути, это главная опасность электротранспорта. Поэтому разработчики Polestar, который, кстати, принадлежит Volvo, ну тут непонятно, кто кому принадлежит, потому что все-таки Volvo выкупили полностью китайцы. Так вот, они позаботились о том, чтобы свести к минимуму возможность нарушения целостности аккумулятора. Для этого был предусмотрен алюминиевый корпус батареи, а также функция автоматического отсоединения источника питания от остальной части автомобиля в случае аварии. Приятным бонусом для водителей и пассажиров является то, что такая конструкция позволила снизить шум и вибрацию. Таким образом, Polestar 2 получился одновременно безопасным и более комфортным. Внешне Polestar 2 выглядит привлекательно и современно. Агрессивный перед с молотами Тора в сложносочиненной оптике и скульптурным бампером. Динамичный силуэт сильно завален задним стеклом, переходящим в задние крылья и багажник. Рельефными всплесками на боковинах, вздернутая карма с эффектным фонарем, на всю ширину кузова и массивным бампером. По своим габаритам Leafback относится к C-классу, европейского стандарта. Длина 4607 мм, ширина 1800, высота 1478 мм. Промежуток между передней и задней осами у электромобиля вполне приличный 2735 мм. Интерьер Polestar 2 скроен в духе минимализма, так как и у большинства современных Volvo. Большой мультируль с трехспицевым ободом, полностью рисованная комбинация приборов с широкоформатным табло и огромный вертикально ориентированный дисплей информационно-развлекательной системы, занимающий всю центральную консоль и заключающий в себе большую часть функций. Салонное убранство электрического лифтбека обладает пятиместной компоновкой с эргономичными передними креслами, комфортабельным задним диваном. Ну а его багажник в обычном состоянии способен поглотить 440 литров поклажек. Технические характеристики Polestar 2. Движение приводится двумя электрическими двигателями переменного тока по одному на передней и задней осях. Суммарный потенциал которых составляет 408 л.с. и 660 ньютонометров крутищего момента. То есть отдача каждого из них по 204 л.с. Питаются электромоторы от литий-ионной тяговой батареи емкостью 78 кВт в час, установлены под полом и интегрированы в силовую структуру кузова. С места до сотни пятидверка выстрелит за 4,7 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Это на полностью заряженном аккумуляторе, на котором может проехать Polestar 2 порядка 500 км по циклу WLTP. Спереди подвеска типа Macpherson, сзади многорычажка. Вне зависимости от версии на электрокаре реечный рулевой механизм с активными электрическими усилителями управления. Дисковые тормоза всех колес, вентилируемые на передней оси. За доплату Polestar может быть дополнен адаптивным шасси с электроуправляемыми амортизаторами и производительными тормозами Brembo. Стоимость в Германии электромобиля составляет 58 800 евро. В Америке цена где-то на уровне 63 000 долларов. Но эта цена, отметим, за первые китайско-шведские или просто китайские, давайте уж честно называть эти электромобили китайскими. Так вот, за первые версии Polestar 2 Launch. Ну, а базовый вариант, чуть подешевле, появится позже и будет стоить около 45 000 долларов. Еще один вполне доступный электромобиль – BMW iX3. Это первый серийный электромобиль BMW, по сути, рестайлинговый X3 на электрической платформе, в которой двигатель, трансмиссия и силовая электроника объединены в один компонент. Серийное производство новинки должно сортовать как раз в 2020 году. Предварительным данным, первым такую возможность могут получить жители Норвегии. Цена нового кроссовера пока не объявлена, но размер предоплаты уже есть 1800 долларов. Новый кроссовер BMW iX3 – одна из 25 электрифицированных моделей, которые баварский производитель планирует выпустить до 2025 года. По данным производителя, 12 из этих 25 моделей будут полностью электрическими, такими как BMW iX30. Технические характеристики этого электрокроссовера. Емкость батареи составит 70 кВт в час, позволяет проехать 400 км по циклу WLTP. Электродвигатель выдает 268 лошадей. Пополнить запас хода от зарядки на 150 кВт можно всего за полчаса. В отличие от i3, знакомого хорошо зрителям автопанорамы, новый iX3 не был спроектирован как электромобиль, а использовал уже существующую платформу. Этот подход дает баварских конструкторов огромную производственную маневренность, позволяя выпускать гибридные и электрические автомобили на одной базе. Ну, несколько слов о стоимости. Планируется, что цена BMW iX3 будет стартовать от 71 500 долларов США. Если бы не эпидемия по всему миру, весной 2020 года должен был сойти с конвейера еще один электрический автомобиль Mini. Mini Electric станет самым дешевым полностью электрическим автомобилем концерна BMW. И будет стоить, кстати, дешевле, чем BMW i3. В июле 2019-го электромобиль Mini собрал более 40 000 предзаказов за первые сутки после анонса. Европейская цена стартовала от 32 500 евро. BMW сообщили, что всего за сутки с момента анонса количество предзаказов нового электромобиля полностью превысило отметку в 40 000. И это несмотря на то, что многие специалисты раскритиковали устаревшую платформу Mini Electric и большой запас хода. Отметим, что предзаказ Mini Electric требовал внесения депозитов в 500 евро. Так что достаточно большое количество этих заявок вполне может трансформироваться в реальные продажи. Внесение залога позволило занять производственный слот и гарантировать, что электромобиль будет собран и доставлен в первой волне поставок. Полная информация о финальных спецификациях, ценах на Mini Electric была доступна уже в конце прошлого года. Можно было выбрать параметры. Несколько слов о технических аркадиристиках Mini Electric. Автомобиль сможет разгоняться с нуля до сотни всего за 7,3 секунды. Мощность двигателя 184 лошадиных силы и 270 ньютонов в крутищу момента. Максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км в часть. Дальность пробега по циклу WLTP варьируется от 199 км до 231 км. Дополнить запас батареи до 80% на станции быстрой зарядки можно всего за 35 минут. В салоне установлен сенсорный экран 6,5 дюймов и аудиосистема Harman Kardon. Еще один вполне доступный электромобиль 2020 года. Volvo XC40 Recharge. Это первый серийный полностью электрический автомобиль Volvo. Цена немаленькая от 65 тысяч долларов. Вообще, в шведском концерне стремятся к тому, чтобы половина продаваемых их моделей к 2025 году была на электротяге. И как раз пример XC40 Recharge. Одна из пяти электрических моделей бренда, которую компания выпустит в ближайшие пять лет под вновь созданным шильдиком Recharge. Теперь под ним компания будет обозначать все свои зеленые модели, как электрокары, так и плагин-гибриды. Полноприводный автомобиль XC40 Recharge получит два электродвигателя с суммарной мощностью 402 лошадиных силы, способный разогнать этот электрокроссовер до сотни за 4,9 секунды и обеспечит максимальную скорость 180 км в час. Питание будет осуществляться от аккумуляторной батареи мощностью 78 кВт в час, позволяющей проехать на одном заряде около 400 км. Специалисты Volvo утверждают, что у быстрой зарядки на 150 кВт в час аккумулятор восстановится до 80% за 40 минут. Еще они заявляют, что этот Recharge способен проехать на одном заряде 400 км или 320 по более реалистичной методике API, чего вполне достаточно для удовлетворения потребительского спроса. Аккумулятор. Это литий-ионная батарея, как мы и говорили. Заряжается до 80% за 7,5 часов в домашних условиях, либо за 40 минут от быстрой зарядки. Еще одна отличительная черта Volvo Recharge – новая информационно-развлекательная система, которая работает на Android от Google. Она полностью интегрирована с цифровыми подключенными услугами Volvo OnCall, сопряжена с Google Assistant, Google Maps и Google Play. Может обновляться по воздуху. Новинка будет доступна в 8 цветах, со стандартной контрастной черной крышей и обута либо в 90-дюймовые, либо 20-дюймовые колеса. Ну что ж, теперь самое время испытать электромобили в действии. Смотрим обзоры тест-драйва электромобилей с Вадимом Овсянкиным на нашем канале YouTube Автопанорама. Привет, друзья! Добро пожаловать в Ниццу на первый тест-драйв полностью электрического автомобиля Kia e-Niro. Итак, Автопанорама в Ницце, на горных серпантинах. Отличное место, чтобы проверить запас хода и возможности рекуперации. Kia e-Niro сегодня выпускается в двух версиях. Short Range с запасом хода на 289 км и Long Range, где запас хода на одной подзарядке 455 км. На ней мы и едем. По сравнению с гибридами Niro в оформлении чистой электрической версии есть отличия. Как и в экстерьере, так и в интерьере. Если в подробностях, внешне и другие бампера, спереди ходовые огни в виде стрелок и нет решетки радиатора. Даже диски из алюминиевого сплава в ином дизайне. За ними спрятаны системы рекуперации энергии при торможении электромотором. Неудивительно, что тормозные колодки у электромобиля отхаживают по 200-250 тысяч километров. Ведь торможение идет в основном за счет электромотора. Внутри также есть отличия. Слегка изменена консоль на щитке приборов, 7-дюймовый дисплей, датчик подзарядки и многое-многое другое. В оформлении сидений предлагается как комбинированная отделка кожи, так и полностью все в коже. Но обязательно с окантовкой голубого цвета. У E-Nira большая колесная база 2700, он на 195 миллиметров длиннее, на 5 миллиметров шире и с меньшим всего на 3 миллиметра дорожным просветом по сравнению с Hyundai Kona Electric, которую мы тестировали в прошлой программе Автопанорама. Поэтому E-Nira не только просторный в салоне, но еще с большим багажником. Он может быть как 451 литр, так и 1405 литров при разложенных спинках задних сидений. И это на 120 литров больше, чем у конкурентов. Kia Nira сейчас представлена в трех версиях. Гибрид, гибрид-подзарядка и полностью электрический автомобиль. Под полом багажника спрятаны удлинители для подзарядки переменным током, как от обычной домашней розетки, так и от стационарной станции подзарядки электромобилей. В электромобиле E-Nira используется такой же, как и во многих других конкурентах, как в Kona Electric, американский разъем Combo Charging Socket, где верхний вход под переменный ток, а нижний под более быструю подзарядку постоянным током большей мощности. Максимальная мощность электромотора составляла 81,4 кВт, примерно 110 лошадиных сил. Уже тогда в Kia использовали литий-полимерные тяговые аккумуляторы, но с воздушным охлаждением. В электромобиле E-Nira все батареи в полу. Эти батареи без жидкого электролита, он в них твердый, полимерный. Это безопаснее, можно придать им любую форму. Толщина элементов доходит до 1 мм. Впервые Kia использует водяное охлаждение тяговых аккумуляторов вместо воздушного. В нашем распоряжении в движении 4 режима. Eco, Normal, Sport и Eco+. Они отличаются между собой в объеме потребляемой энергии и выдаваемой мощности. Спасибо погоде, она выдалась замечательной в день нашего тест-драйва. В электрическом Kia другие настройки руля, поэтому в поворотах E-Nira едет проворнее родственных гибридов. В E-Nira сделали многое, чтобы обезопасить пассажиров, увеличив на 20% жесткость кузова по сравнению с гибридным Nira. Несмотря на то, что подвеска довольно мягкая, расположенная в полу в 453-килограммовый блок батарей, максимально снижает центр тяжести. Крены у автомобиля не так велики, но посмотрите, как низко висят батареи. По аккумуляторам и дорожный просвет в 155 мм. Снаряженная масса версии Long Range 1737 кг. У E-Nira на 200 кг тяжелее гибридного собрата. В подвеске все просто. Спереди стойки Макферсон, сзади многорычажка. Как семейный автомобиль E-Nira идет очень комфортно по местным дорожкам. Перед тестом все электромобили ночь заряжали через стандартный разъем переменным током мощностью 7,2 кВт. Чтобы зарядить батареи примерно на 80%. Хватает 6 часов. Ну а через быструю подзарядку постоянным током мощностью 100 кВт можно потратить всего 40 минут. Примерно такие цифры у большинства электрокаров. По ходу теста ведущий автопанорамой решил проверить, как работает функция контроля полосы движения. И E-Nira подруливает у самой разметки. Перед терминалом тормозим, используя все уровни рекуперации, нажимая левый лепесток. Рекуперации. Еще один аспект для проверки. Разными режимами рекуперации полезно пользоваться как в городе, так и в гористой местности, по которой мы сейчас едем. Но давайте понаблюдаем за электромобилем в движении. Мы ускоряемся. Средний расход электроэнергии возрастает с 19 до 21 кВт в час. Хочется отметить неплохую шумоизоляцию. Над ней поработали в Киа. На выезде из города расход энергии падает до 16 кВт в час. Как вы знаете, в отличие от привычных нам дизельных и бензиновых машин, в гибридах и электрокарах все наоборот. На трассе расхода больше, ну а в городе меньше. Да и в горах, как оказалось, педаль тормоза почти не нужна. Вы делаете все лепестками на руле и одной педалью акселератора. После 42 км пути расход энергии составил 19,1 кВт в час. Заявленный для Киа Нира запас хода в 455 км выглядит вполне реальным. И Нира впечатлил. Это отличный семейный автомобиль, 7-летний гарантий. Ну и мы ждем следующие премьеры от Киа. А они не за горами. Ну и теперь о цене. Киа Нира. Киа и Нира в продаже в Европе по цене 39 600 евро. На фоне электромобилей транспорт на топливных элементах по цене дороже. От 60 тысяч евро. Но с технической точки зрения выглядит гораздо привлекательнее. Хотя бы потому, что нет необходимости тратить время на подзарядку. Время заправки не более, чем у обычных углеводородных машин. Ну а сам такой автомобиль не только не загрязняет атмосферу, но еще и очищает ее. Да-да. Ну а как дела обстоят при реальной эксплуатации подобных машин, выясняем на примере Toyota Mirai и Hyundai Nexa. Выясним на примере Toyota Mirai. Еще одного серийного легкового автомобиля уже на топливных элементах. Для этого программа Автопанорама отправилась в Данию, где подобные машины уже в продаже. И есть около десятка заправочных станций. Привет, друзья. Вот мы находимся в этом чудо-автомобиле Toyota Mirai. Mirai в переводе с японского означает будущее. Иными словами, это можно понимать как будущее автомобильной индустрии. Да, потому что здесь нет вредных выбросов. Только чистая вода. Футуристичного вида модель Toyota Mirai с тем же запасом хода на 500 километров, еще будучи концептом, представленным в автосалоне в Токио, не могла никого оставить равнодушным. Благо, серийная версия, первый в мире серийный легковой автомобиль на топливных элементах, сохранила черты концепта. Огромные воздухозаборники. Максимально продуманная аэродинамика кузова, построенная на платформе от Toyota Prius. Длину Mirai под 5 метров, если быть точным, 4890 миллиметров. В ширину 1815 миллиметров, в высоту 1535. Ну а с колесной базой все в порядке 2780 миллиметров. Toyota Mirai классический переднеприводный автомобиль с дорожным просветом всего 130 миллиметров. Принцип процесса, происходящего внутри этого необычного автомобиля, объяснить просто. Поступающий в воздух кислород через передние воздухозаборники, а не того, они такие большие, в топливных элементах смешивается с водородом, веществом с очень высоким показателем удельной теплоты сгорания. В результате реакция вырабатываемой энергии активирует расположенный под капотом электромотор. Да-да, у нас электромотор. И это синхронный двигатель с постоянными магнитами, мощностью в 154 лошадиных силы, 335 ньютонаметров. Также выделяется вода, можно сказать, тот самый очищенный воздух. Кстати, вода чистейшая. В ходе теста Вадиму пришлось не просто пить ее. Да-да, посмотрите. И не волнуйтесь, Вадим до сих пор живой. Чистота этой воды зависит от кислорода, который находится вокруг машины. Здесь он чистый, мы находимся в очень таком курортном месте, поэтому вода чистая, я смогу попить чай из выхлопной трубы. Том, это нормально! К сожалению, вода распыляется. Там нет такой точной струи, поэтому вода попала и в чашку, и в эту самую, и на блюдце. Сейчас мы смешаем, и у нас получится чай от Toyota Mirai. Знаешь, классная вода. Никогда не пили воду из автомобиля. Вот вам, пожалуйста, Toyota Mirai вырабатывает водичку идеально чистую, которую можно пить. В салоне оформление роднит дизайном интерьера Prius последнего поколения, что логично. Кожа, марки черный пластик, высокое качество отделки. В помощь водителю три дисплея. Один на центральном тоннеле, два на передней панели. Посадка за рулем очень схожая с тем же Prius из-за высокого наклона передних стоек крыши. Сидеть за собой сзади не тесно. Кресло, именно кресло, там на двоих с раздельной консолью, почти как в люксовых лимузинах. Не хватает разве что выдвижных столиков. Такая посадка пассажира, сидящего на заднем диване. Но это, конечно, не диван, это такое раздельное место для двоих человек. Здесь солидно идет консоль. Едет Mirai плавнее всех знакомых нам электромобилей. Машина едет очень плавно, как корабль. Едешь как на яхте. Но это, конечно, не драйверский автомобиль. Особенно по рулю чувствуется тяжесть этой машины. Она примерно две тонны весит. Во-первых, этот автомобиль тяжелее. Снаряженная масса 1850 килограммов. Во-вторых, с более длинной колесной базой и низкой посадкой. В том числе и низким центром тяжести. Поэтому нашего ведущего не покидало ощущение капитана яхты, плывущего по асфальту. Плавно и тихо, только шум ветра. Управление Mirai тоже корабль. Рулевую систему трудно назвать острой и информативной. И это очень заметно на виражах, особенно круговых движениях. Перед поворотом желательно тормозить заранее с запасом. И отменно, что система стабилизации срабатывает мгновенно. Mirai не любит активный драйв. Разгон от нуля до сотни — 9,6 секунд. Скоростной потолок — 180 километров в час. Ну а теперь на заправку. Водород под высоким давлением, 700 бар, подается в баллоны. Весь процесс отображается на колонке, где среди привычных цифр есть еще отдельный индикатор, символизирующий о полной заправке. Полный бак, а это примерно 2 баллона по 60 литров, заправляется примерно за 3, максимум 4 минуты. Ну а теперь цифры. Мы заправили 3,2 килограмма водорода, потратив на это 275 датских крон, примерно 37 евро. И 4 минуты 20 секунд времени. За эту же сумму здесь, рядом на заправке углеводородами, мы могли залить 30 литров 92-го бензина. Примерно за то же время. Считаем дальше. На трассе при средней скорости в 100 километров в час расход топлива составляет 0,7 килограмма водорода на сотню. То есть на заправлено 3,2 килограмма водорода, или 30 литров 92-го, мы могли бы проехать по трассе в том же темпе 405 километров, что эквивалентно расходу бензина за те же деньги, в 7,5 литров на сотню. И эта цифра близка к реальной. К расчетам по эксплуатации электромобилей и водородомобилей мы еще вернемся. Ну а теперь пересядем за руль Hyundai Nexa, еще одного серийного автомобиля на топливных элементах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы за рулем Hyundai Nexa. По сравнению с Toyota Mirai, это внешне привычный кроссовер с 163-сильным электромотором и запасом хода в 600 километров. Стилистики свойственны последним моделям корейского производителя. И внешне, ну, вряд ли отличите водородомобиль Hyundai Nexa от своих обычных бензиновых собратьев. При схожей колесной базе 2790 миллиметров, Nexa на 220 миллиметров, короче, на 100 миллиметров выше, чем та же самая Toyota Mirai. И такое же по ширине 1860 миллиметров с дорожным просветом в 140 миллиметров и почти равной массе. Снаряженная масса тоже очень-очень приличная. 1873 килограмма. Внутри Nexa смотрится очень необычно, в отличие от других версий Hyundai, и даже несколько премиально на взгляд автопанорамы. Здесь качественные материалы, высокий уровень отделки. Nexa сравнительно отлично управляется. В нем нет того овощного ощущения полета в пространстве, да и за рулем Nexa гораздо привычнее. Хотя на спортивной трассе этот автомобиль ведет себя довольно странно. В поворотах несет, нос чуть-чуть несет наружу. Поэтому в этом плане здесь надо аккуратно. И для нас был важен расход. Каков расход топлива? Сравним. Если Mirai потреблял в среднем 0,79 килограмма водорода на сотню по трассе со средней скоростью в 100 километров в час, то Nexa потребляет в два раза больше. 1,6 килограмма на сотню. При сравнительно той же средней скорости. Да еще и в режиме эко. Мы проехали 280 километров. Ну пускай там, сейчас скажу сколько. Мы проехали 261 километр. У нас средний расход 1,6 килограмма на 100 километров. Запас хода остался 220 километров. Так что Toyota Mirai явно на пользу пришлось причудливые, но эффективные с точки зрения аэродинамики формы кузова и несколько меньший вес. Возникла с Nexa и другая проблема. После отрезков 260 километров в запасе осталось всего 220. У нас опять возникло чувство беспокойства о наличии ближайшей заправки, так как это происходит за рулем электромобилей. Ведь заправок водородом пока в Европе немного. Не ездят же каждый раз за водородом сотню километров туда и столько же обратно, как мы проделали на Toyota Mirai. Ну а теперь вернемся к цифрам. Помните наши расчеты? Применительно к результатам на Hyundai Nexa, они наглядно подтверждают, что особой экономии на топливе для владельца электромобиля или электромобиля на топливных элементах нет. При этом по цене стоят эти автомобили на топливных элементах в два раза дороже электрических. Но выгода для других, для окружающих очевидна. На сегодня подобный транспорт на водороде выгоден всем, если говорить об окружающей среде, кроме его владельца. Электромобиль в этом плане для частника выглядит более привлекательным. Но и тут, как показывают опыт Норвегии и многих других стран, без льгот и преференций не обойтись. Курение можно запретить там и там. Ну а здесь, кроме запретов, нужна поддержка на уровне государства. Если мы действительно хотим улучшить жизнь граждан, хотя бы в крупных городах, и не зависеть от растущих цен на углеводородное топливо, мы должны перейти на электромобили. И здесь, в Беларуси, сделаны большие шаги этой весной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что покупают в мире? Обзор топ-10 самых популярных авто найдите на нашем канале YouTube Автопанорама. А еще у нас есть интересные обзоры, статистика продаж новых автомобилей в Беларуси. Вы знаете, на чем ездят белорусы? Какая марка автомобилей на первом месте? И кто круче? Лада или Джили? Найдите этот обзор на канале Автопанорама. А еще найдите команду Автопанорама в вашей любимой соцсети. ВК, Инста, Фейсбук, каналы в Телеграм и Вайбер по тегам. Команда Автопанорама, Автопанорама или АП.Бай. Ну и, конечно же, заходите на наш информационный портал. 3w.ap.by И если вы еще не наш подписчик на YouTube, сделайте это прямо сейчас. Ставьте колокольчик и будьте в курсе того, что происходит у нас. Новые тесты, новые обзоры. Вы первый зритель Автопанорамы. В ближайших программах Автопанорама большой тест-драйв. Мы с Вадимом Овсянкиным побываем на Байкале и за Полярным кругом. Протестируем самые последние модели кроссоверов и седанов. Друзья, добро пожаловать на самое глубокое и красивейшее озеро в мире – Байкал. А еще в формате Автопанорама большой тест-драйв мы протестируем почти белорусский, но пока китайский электромобиль Geli Geometry A с запасом хода в 500 километров. Голосуйте во всех аккаунтах в социальных сетях и пишите комментарии. Делаем программу вместе. Спасибо за просмотр!